всем привет у нас сегодня Стивен Хокинг и Леонард Млодинов с книгой The Grand Design почему по-английски потому что я читал на английском языке давно было лет 12 уже назад по-русски она называется высший замысел ну не знаю правильно или точно или перевод но наверное нормальный книга о том как странно а порой очень очевидно устроен наша вселенная от квантовой механики до большого взрыва все очень понятно просто самое главное объяснен ну для меня было главное объяснен принцип корпускулярно-волнового дуализма который навкоре объясняли но так и не смогли потому что все дети тупые учителя кстати тоже ни черта в общем-то этот опыт никто объяснить не мог а в этой книге все понятно но я сам вдруг понял что понятно шестикласснику объяснить это не смогу видимо мне нужно еще раз перечитать эту книгу как говорил фейнман если шестиклассник то объяснить не можешь значит и сам ты до конца не понял ну вот двумя щелями знаете да что там электроны умудряется пролетать сразу в две этих щели удивительным образом здесь еще особенное такое внимание большое может даже лишнее уделено антропному принципу мультивселенной и квантово механической альтернативной такой истории при этом довольно убедительно развеивается положение сложности разумного замысла на кстати на оригинальном примере игры life ну кто не знает эти кубики где появляется хотя я думаю что все прекрасно понимают что в достаточно сложных механизмов механизмах принцип свободы воли зарождается сам собой хотя сейчас читаю еще одновременно сопольский он наоборот говорит что никакого никакой свободы воли нету но я с ним не согласен но вот взять хотя бы ну любой сложный достаточно сложный прибор я всегда предлагаю посмотреть на автомобиль в мире не существует полностью исправного автомобиля но это мое личное мнение и поэтому можно подумать что он живой и сам по себе как-то он там вот тоже когда в системе много разных деталей которые собой хитроумным образом взаимодействует то что-то может всегда пойти не так антропный принцип это идея о том что мы видим вселенную такой как она есть потому что в другой вселенной нас просто бы не было не могло бы существовать из-за других каких-то фундаментальных соотношений в ответ на этот принцип хокинг поддерживает другую идею и мультивселенной что наша версия это лишь одна из бесконечного их числа в какой-то версии наблюдатель человек есть какой-то нет антропный принцип это как бы как бы креационизм наоборот и то есть как объяснить вселенная должна обладать такой структурой которая позволит появление разумного наблюдателя а хокинг и при этом еще как-то сказал что нельзя доказать что бога нет но наука делает его существование необязательным докинс который писал много о боге и так главный на теист планеты он хокинга похвалил за контрольный выстрел в голову креционистов основная идея хокинга ну и младенова про младенова я кстати рассказывал на главном канале книга называется drunkards walk походки пьяного по-русски она переведена так несовершенная случайность и вот они то есть младенов как видимо как журналист а хокинг как ученый вот они написали что лишь в некоторых из наблюдаемых точнее не наблюдаемых существующих вселенных может существовать разумная жизнь и соответственно мы в одной из этих вселенных находимся хитроумная комбинация из вот этих фундаментальных констант физических она возникла случайно а в других вселенных не возникло и там жизни нет тут еще есть про m-теорию про супер симметрию про кварки про термоядерный ядерный синтез внутри звезд про стандартную модель но это вы тоже знаете четыре основополагающие силы нашего мира сильная слабая электромагнитная при этом в конце 50 году уже лет 50 60 назад две вот этих силы умные люди объединили в одну получилось там электрослабая и еще гравитационное взаимодействие с ним пока все не очень понятно я находил несколько подкастов на эту тему чет слушал но до конца так и не понял критики книги это и считают что про m-теорию авторы написали рановато сейчас тоже есть теория струн они как там пересекаются как не пересекается друг другу противоречат про эти про 11 измерений ну и книга она с одной стороны научная другой стороны она какая-то анти религиозная и довольно таки не скромная людям верующим поэтому кстати могут у нас запретить скорее покупайте концепция мультивселенных слишком громоздко пишут они а идея теории всего вот этих объединений всех взаимодействий противоречит духу физики такой даже я читал хотя мне кажется наоборот как раз в самом духе физики и есть но тем временем через несколько дней после выхода в каком-то десятом что ли году она вышла не знаю надо проверить она стала самой продаваемой книгой на амазоне и хотя там многовато философии но мне понравилось я позже не начал как раз хокинга читать в аннотации написано удивительная книга дающие новые неожиданные ответы на главные вопросы бытия пожалуй так она и есть он еще и золи